В итоге мы с вами разобрали практически все возможные основные элементы связанные с рождением адронов Ну а если заглянуть немножко дальше, вперед, то от рога могут продаться и самые разные другие Я вам напомню схему подобного коллайдера, основанного на линейном непосредственном укорителе Речь идет о том, что на самом деле это может быть линейный электрон-электронный, ускоритель позитронный здесь не требуется совсем И если отсюда летит пучок электронов, отсюда летит пучок электронов Где-то здесь располагается оконечная линза, которая фокусирует этот пучок до достаточно малых размеров То есть электроны после этой линзы движутся свободно, без мерения внешних полей И должны были бы сфокусироваться на малые размеры Я в прошлый раз, когда в самом начале приводил, типичные примеры того, что должно было быть на линейном коллайдере То есть там поперечник измеряется нанометрами Ну а вертикальный, горизонтальный, может быть в сотни раз больше Но все равно это исключительно малые размеры, по сравнению со здеждами, которых вертикальный размер разделяется десятками микрометров А поперечный, продольный размер, горизонтальный размер Поперечный и горизонтальный размер разделяется примерно раз в 10-30 больше, чем вертикальный Исключение, конечно, составляет на ВЭП-2000, у которого точки крупные Но все предыдущие, электрон 4ВЭП-4Н, имеют на самом деле плоские точки Ну и так, электроны сфокусировались бы с этой стороны в эту точку и с этой стороны в эту точку И было бы здесь некое электронно-электронное изглубление Но на некотором расстоянии, до точки встречи, причем это расстояние может вполне маленькое Довень сантиметра или даже миллиметра Они встречаются с хорошо сфокусированным лазерным взгустом И, как я уже говорил, этот лазерный взгусток должен быть создать для себя не просто мишенью, а плотное мишень Для этого нужны лазерные вспышки с инергией на УСНК на уровне несколько жёлтой и водной вспышки Но с продолжительностью на уровне 10-12 секунды И тогда у вас будут мощности на уровне 1Ват То есть в этом месте будет плотность фотона необычайно высокая Настолько высокая, что с учетом того, что и комтоновское сечение само по себе и не маленькое Об этом мы еще чуть-чуть поговорим подробнее Почти каждый электрон будет иметь шанс столкнуться с фотоном Электрон с инергией 250 ГФ, сталкиваясь с инфракрасным фотоном С длиной волны примерно 1 микрон, с инергией примерно 1 электрон вольф Производит конечный фотон, у которого есть некое распределение по энергиям у этих фотонов Но максимальное значение соответствует тому, что конечный фотон отбирает у электрона до 80% его энергии Кроме того, этот конечный фотон летит в основном в угол порядка единицы на гамма А поскольку гамма здесь на уровне 10-6 То получается, что фотоны практически следуют по пути движения электронов И если электроны, причем независимо от того практически, под каким углом они столкнулись с исходным лазерным ручком Тандартные элементы, если у нас медленные шарики сталкиваются с быстро движущимся паровозом То отскалкивают они по направлению движения паровоза почти независимо от того, с какой скоростью Малый, алималитарный этот самый паровоз Таким образом, получается автоматически, что эти высокоэнергичные фотоны фокусируются Что, наверное, является одной из самых красивых черт в этой схеме То же самое должно происходить с вторым электронным пучком Если сюда посветить соответствующим лазерным рамотно временно с этим И тогда в этой точке мы будем иметь с удалением высокоэнергичных фотонов А что касается самих электронов То их либо можно отклонить магнитным полем от точки встречи Либо схемы, которые разрабатывались впоследствии По предложению Палахина Сходятся к тому, что если мы имеем электронно-электронные словерения И они чуть-чуть не центральные То тогда электронный пучок как целый Один отталкивается от другого И происходит автоматическое уклонение от точки встречи Вот эта схема И в эту схему вписывается Картинка того Расчетная картинка Как все это происходит Значит, а если у нас имеется вот такая вот схема с удаления Электрон с энергией есть ноликом И лазерный фотон с энергией омега с ноликом Под некоторым углом альфа сталкиваются В итоге получается А высокоэнергичный фотон отклоненный Немножко от направления электрона И конечный электрон, потерявший часть энергии Тоже отклоненный на некоторый угол От направления первичного электрона Надо сказать, что и тот, и другой углы малы Причем угол отклонения электрона Практически всегда остается малым Дальше мы рассчитываем Сечение этого процесса Ну и как полагается В этом случае Если мы имеем Если мы имеем Смотрение какого сорта Когда начальный фотон и начальный электрон Сталкиваются Ну скажем, это у нас будет К с ноликом Это П с ноликом Это К Это П Ох Здесь Омега с ноликом Здесь Здесь Энергия Омега с ноликом все можно выписать в терминах судаковских переменных судаковская переменная s это квадраты мерки в системе центра масс то есть p с ноликом плюс cos в квадрате если мы это все перемножим то получим массу электрона в квадрате квадрат импульса p с ноликом квадрат cos в ноликом дает 0 и еще удвоенное произведение p с ноликом на г с ноликом кроме U, конечно, есть еще передача B или U для нас особенно интересная U это будет, скажем, p с ноликом минус k в квадрате то тоже есть масса электрона в квадрате минус удвоенное произведение p с ноликом на k в качестве этого стечения можно использовать переменные s и b но может быть, немножко удобнее использовать безосмерные переменные так вот такую примерно s минус m в квадрате это как раз один из пропагаторов соответствующих диаграмм Феймена деленное на m в квадрате это будет просто величина 2k с ноликом на k с ноликом на m в квадрате обзовем ее x и добавим увеличение x как легко сообразить при перемножении даст удвоенную энергию электрона на энергию фотона до плюска это двоечка этого получится 4 так здесь будет масса электронов в квадрате и возникнет квадрат вот этого самого угла встречи если электрон с инфрацом пластомиком сталкивается с фотоном под углом альфа-стомиком вот такая вот картинка следующая переменная, которая очень интересна с точки зрения эксперимента является отношение энергии конечного фотона к энергии начального электрона Ее можно выразить в инвариантном виде, но так она немножко более удобна для эксплуатации Вот эти две переменные полностью описывают кондомовское сечение Деференциальное Оно будет зависеть от х и от у Деференциальное сечение можно смотреть либо по углу рассеяния Либо по этой переменной у И вот какие характеристики, я их однажды уже показывал, но тогда это было в самом начале и могло не отпечатлеться Выглядит это следующим образом Энергия конечного фотона меньше максимального значения, которое определяется как раз вот этой вот величиной Видно, что если х большой, то энергия конечного фотона мало отличается от энергии начального электрона Так, теперь Если же Речь ведется Конкретном Проекте, связанном с международными гладерами То предполагается, что В качестве лазера будут употребляться Лазер на неодневном стекле На сегодня это Наверное, самое удобное Это дело С такой вот энергией И длинной волны Приняло 1 микрон С этой точки зрения, если Энергия начального электрона То есть, если Параметр Х Величина Ну, небольшая или маленькая 4,5 И соответствующая максимальная энергия Тогда оказывается примерно на уровне 80% От энергии Ну, 82% От энергии первоначального электрона Да А соответствующий Угол От которого вылетает фотон Распределение я вам покажу Ну, типичный угол Вот есть такая Достаточно малая величина Теперь, что касается сечения Да, полного сечения Именно оно определяет Вероятность Соударения Лазерным фотоном С электронами Что касается полного сечения То его можно записать так Это если сечение не поляризованных Да Или поляризованных Плюс кусочек Зависящий от поляризации Причем, оказывается Зависимость может быть Только от спиральности Начального электрона И спиральности конечного электрона С точки зрения ускорителя Это означает, что В задачу входит только Продольная поляризация электрона Если электрон поперечно поляризован Начальный электрон Это все не влияет на сечение Если фотон Лазерный Линейно поляризован Это тоже не влияет на сечение Так что сюда входит произведение Спиральность электрона На спиральность фотона Начального лазерна Ну, если одно можно на двойку То вот эта величина Изменяется только От минус до плюс единицы Ну и здесь какое-то дополнительное сечение Назовем его сигма 1 На самом деле это некий дополнительный коэффициент Итак Если ответ выглядит вот таким вот образом То от соотношения этого коэффициента Сигма не поляризованы Зависит влияние поляризации на сечение Ответ такой В той области, которая нас интересует То есть там для х меньше порядка единицы Конкретно в том примере, который я списывал Это было х равен 4,5 Вот в этой области Второе слагаемое На самом деле мы ловим по сравнению с первым То есть с этой точки зрения Полное сечение почти не меняется Если я меняю поляризацию Конкретно это выглядит так вот Вот Сечение Неполяризованное В долях Так называемого Стандартного сечения С липлостоликом Неполяризованное Пи На радиус электронного в квадрате Это величина примерно Два с половиной На весе Минус двадцать пятой В квадратном сантимбре Хорошо запоминается Но заметьте, что это громадная величина В анниграционных каналах С которыми мы здесь имеем дело Скажем Анниграция не плюс и минус в адроны Измеряется Ну там Нанобарными Десятками Нанобарными А здесь На самом деле Одна четверть От барных То есть Сечение громадное Именно поэтому Уже сейчас Технически возможно Обеспечить Такую плотность Вспышки лазера Что практически Как электрон Будет иметь шанс Совдалиться С лазерным фотоном Проблема только в том Чтобы лазер вспыхивал Достаточно Часто Вот это конечно Серьезная проблема Так вот Сечение Это В терминах Ских восторгом Ведет себя Вот таким вот образом То есть Здесь Вот оно Равно Почти баром То есть Эти два с половиной Умножим На эти два с половиной Получится Примерно Это 0,6 На 10,19,24 Дальше Оно падает Но В той области Которая нас интересует То есть Вот тут До 4,5 Да Это все равно Величина На уровне 10,19,25 Дальше конечно Оно будет продолжать Падать Но В этой области Которая нас интересует Это величина большая Второе слагаемое Извините Но Там на самом деле Обозначается Тау Да Вот Вот Это Второе слагаемое По сравнению С Сигмос-ноликом С масштабом Мало Если здесь Это Единица Сигмос-ноликом То Что касается этого Это Ну где-то там Десятые доли То есть Все это составляет Не более десяти процентов От того Что электроны Или Лазерные фотоны Будут поляризованы Причем даже Нужным для нас образом То есть Чисто Электроны Продольные Фотоны Циркулярно поляризованные Полное сечение Почти не меняется Так А вот Ну Это означает Что почти не меняется И число Рожденных Высоконологичных Фотонов Это Ой Что такое Это все то Что касается Полного сечения А вот Дифференциальное сечение То есть Распределение По По Энергии Конечного Фотона Я вам напомню Что Y Это Энергия Конечного Фотона По сравнению с Энергией Начального Электрона Так вот Это Распределение Очень даже Сильно Зависит от Поляризации Начальных частиц Случай В Когда Нет Хорошей Поляризации Или вообще Кучки просто Не поляризованные Уже Соответствует Вот такому Спектру Смотрите Плоская Кривая И усиление К концу А конец Наступает В области Примерно 0,82 Как мы говорили Что соответствует Тому Что Конечный Фотон Забирает 82% Первоначальной Энергии Первоначальной Электроны Надо сказать Что Эта кривая Во-первых Она Совершенно Замечательная Во-вторых Почти не имеет Аналога Среди других Процессов С помощью Которых Можно получать Фотоны Высокой Энергии Но Типичным Процессом Интересуется Когда говорят Про фотоны Высокой Энергии То есть Процесс Тормозного Излучения Скажем Да Так вот Если В этом случае Посмотреть Как выглядит Дифференциальное Сечение То Она Выглядит Абсолютно Безобразно С точки Зрения Получения Фотона Высоких Энергий Во-первых Оно меньше По величине Но главное Другое Главное Что распределение Его Вот такое Падлище Оно соответствует Примерно Единице Омега То есть Фотонов Высокой Энергии Чрезвычайно Мало А здесь А здесь Наоборот Фотонов Высокой Энергии Больше всего Более того Эту Это Распределение Можно Улучшить Если взять Случай Когда Вот этот Коэффициент Равен Минус Единице То есть Когда спиральность Электрона И лазерного Фотона Противоположны Вот тогда Наступает Настоящий Кайф Потому что Площадь Под этой кривой То есть Полное сечение Как вы помните Почти не меняется А Перераспределение происходит А именно Уменьшается число Фотонов в области Низких Энергий Ну почти Удваивается Число Фотонов в области Высокой Энергии Поэтому На той картинке Которую Как я вам Рассказывал Из обзора Президента Американского Физического Сообщества Вот на этой картинке На этой картинке Специально Показано Что И фотоны Лазерные Электроны Поляризованы Причем Эти циркулярно Поляризованы А ну про электроны Говорят что они Продольно Поляризованы В этом случае Так Ну хорошо Так Как Вот эту штуку Убрать Ну Успешен И На Соз tá На А На Не На 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 Вот так вот выглядит скепт для того самого конкретного примера, который именно чаще всего и разбирается, как самый подходящий, для случая, когда параметр х равен 4,8. Ну, а что будет, если начнут использовать другие лазеры с большей энергией? Тогда параметр х возрастет, и формально получится гораздо более красивое распределение. Вот оно. Например, для х равного 20, да, энергия конечного фотона уже может достигать величины на уровне 95% от энергии электронного. Раз. И во-вторых, монохроматичность в этой области возрастает. То есть, большим всего становится как раз запоном самой высокой энергией. Ну, с одной стороны, казалось бы, чего еще лучше желать. Но проблема в том, что очень большие иксы дают в себе некую неприятную особенность, связанную со степкочим. Продвинемся еще раз к этой картинке. Электронный сгусток совдаляется под некоторым углом с лазерным. В результате такого сгустарения, скажем, где-то здесь рождается фотонной высокой энергии. Но эти фотоны высокой энергии продолжают лететь, эти настоящие домокранты, продолжают лететь и сталкиваться с мазерными фотонами. И поскольку инвариантная масса вот этих вот величин, то есть энергия в системе, в центре массы, может быть достаточно большой, то при некоторой энергии либо лазерного, либо сгустарения фотона, может происходить рождение электрон-позитронных пар. Абсолютно вредный процесс, с относительно большим сечением тоже. Но если такое происходит, то наш высокой энергичный фактор исчезает. Вместо этого появляется вредная фоновая электрон-позитронная пара. Но наступает это все только тогда, когда х примерно больше пяти. Так что вот это число, которое я осматривал до того, х равна четыре с половиной, это как раз с одной стороны обеспечивает хорошую долю фотонов высокой энергии, с другой стороны исключает такие процессы, как гамма лазерная плюс высокодоногичная, порождает не плюс, не минус пар. Вот, поэтому полно. Дальше пойдемте в нашем анализе еще чуть дальше. Теперь поговорим про угловое распределение. Вот формула. Это энергия конечного фотона в зависимости от его угла вылета. Видно, что масштабом является величина примерно единица на гамма. Ну и если посмотреть на соответствующую картинку, здесь, значит, энергия конечного фотона, а тут угол вылета доможенный на гамма. Понятно, да? Так что вот эти единицы, что такое тройка? Это угол дета равный 3, деленный на гамма. Поскольку гамма порядка 10 минус 6, то это примерно 3, деленное на 10 в 6 степени. Углы малые. Но что происходит? Если энергия фотона большая, то фотон рассеивается строго назад по сравнению с тем, как он летел. То есть вдоль электрона. Углы отчитываются вдоль направления первоначального электрона. С уменьшением энергии этот угол возрастает. Но даже когда мы достигнем величины порядка 10%, максимально высокой там, тогда все равно угол остается еще таки малым. Еще любопытнее ведет себя угол отхлонения электрона. Он практически всюду остается маленьким. То есть на уровне величин порядка там 2,5 на деленное на гамму. Вот такая вот картинка углового распределения, которая очень способствует тому, что если фокусировать первоначальный электронный пучок, то таким же примерно способом будут фокусироваться и порожденные им высококонергичные фотоны. Следующий пункт, я бы сказал, он с одной стороны достаточно сложный в вычислительном отношении, но простой для произнесения приговора. А приговор сводится к тому, что в принципе манипулируя поленизацией начального электрона и лазерного фотона, можно получать почти любую поленизацию, конечного фотона. И с этой точки зрения можно проводить разнообразные поляризационные изменения. Теперь несколько буквально слов про физику. Да. Если мы действительно будем иметь встречные гамма-гамма пучки с примерно той же энергией, что встречные Е- и минус, примерно той же светимостью, что встречные Е- и минус, линейные пучки, то картина станет совсем другой по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. А сейчас она, я бы сказал, немножко печальная. Вы помните, что для ВП-4, например, о том, что я рассказывал, это светимость, собранная в области, ну, хоть сколько-нибудь интересной для экспериментов, там, да, скажем, от 3-х или от 2-х гэв до 10-ти, на ВП-4 их нельзя по инвариантной массе, составляет величину на уровне 1,3% от светимости гамма-гамма. То есть раз 300 меньше. Что, конечно, безусловно, печально. Частично это перекрывается тем, что сечение гамма-гамма в адроны почти в 100 раз больше, чем сечение Е- и минус в адроны той же самой энергии. Но, тем не менее, светимость важна для просто числа событий, статистики и так далее. Ну, хорошо, а что здесь будет? А здесь тогда возникает возможность соревноваться этим двум опциям почти на равных. Так. А именно. Можно будет, во-первых, заниматься теми проблемами, которыми мы занимаемся и сейчас. А сейчас это в основном изучение процессов гамма-гамма в адроны. И с ними связано все, что относится к квантовой хромодинамике. В области тех высоких энергий эта часть спокойным образом продолжится. И тут мы соприкасаемся с проблемой адронных на обычных адронных коллайдерах. То есть, как ведет себя полное сечение ПП, как ведет себя полное сечение ПП, как ведет себя полное сечение гамма-гамма. В одном и том же интервале энергии, например, с одинаковой статистикой. Это все будет вполне интересно для вещей, связанных с квантовой хромодинамикой. Но кроме того, мы знаем, что когда речь идет про малые расстояния, фотон начинает выглядеть как точечная частица. И значит, с одной стороны, мы можем продолжать на этих будущих фотонных коллайдерах изучать проблемы обычной адронной физики. И кроме того, заботиться о возможностях рождения новых частиц и их изучения. Так, ну вот, к примеру, если говорить о сопоставлении. Это большая картинка, поэтому я просто хочу сказать. По этой шкале в логарифмическом масштабе отложено сечение разных процессов в Пикабабах. В Пикабабах это 10 минус 36 квадратного сантиметра. А по горизонтальной шкале отложена энергия, стартующая от 200D до до 2T. Вот такой вот интервал. И любопытно сравнить, как выглядят разнообразные процессы, уже не чисто огромные, а другие. Эплюс и минус в сопоставлениях. Имеется ввиду аннигинус-водриканал и в гамма-гамма. Ну, к примеру, возьмем один из самых любопытных процессов, который в этой области можно изучать. Это аннигиляция в пару в плюс-дубль и минус. Так? Вот сечение аннигиляции. Оно от уровня в десятки пикобарн падает до уровня, ну, может быть, одного пикобарна по этому интервалу энергии. А что касается гамма-гамма аннигиляции, она открывается и дальше выходит на константу, которая в этой вот области ну, раз в 30, наверное, больше, чем аннигиляционное сечение. Помимо гамма-гамма соударения, конечно, возможно еще и соударение, когда только один из электронных пучков превращается в подобный, а второй остается электронным, то есть не гамма-соударение. Там будет интересный процесс, это одиночное рождение дубльного позона, тоже с большим сечением. Если посмотреть разнообразные другие процессы, то то же самое рождение с з-з-базоном гамма-гамма соударения и не в плюс и минус соударения. Ну, и так далее, и так далее. Почти всю гамма-гамма в области изучения электрославного взаимодействия и их частиц имеет сечение больше, чем не плюс и минус. Но я уж не говорю о том, что на пороге, например, у нас возникает возможность изучать совсем другие состояния, чем Е плюс и минус в соударениях. Просто потому, что это будет состояние с другой сочетности. Так. Ну, хорошо. Одным из самых интересных процессов является процесс образования хиксовского базона. Я уже коротко упоминал, почему интересно его изучать в гамма-гамма-соударениях. Протон протонных в соударениях он уже открыт. Так. Е плюс и минус соударения приведут к тому, что будет рождаться хиксовский базон в основном в таком процессе. Е плюс и минус в хиксовский базон плюс Z-базон. То есть непременно энергия должна быть у Е плюс и минус примерно вдвое больше, чем энергия покоя зальпозона или хиксовского базона. Ну, они по порядку нечинят одни и те же. Но поскольку фоновые процессы будут гораздо меньше, чем протон-протон в соударениях, то предполагается, что на Е плюс и минус в соударениях удастся изучить гораздо большей подробностью этот самый удивительный объект хиксовский базон. А в том, что касается рождения хиксовского базона у Камага на соударениях. Он идет в качестве резонанса. Вот такого интересного резонанса, да? Образуется петля. Здесь должны идти заряженные частицы, которые образуют хиксовский базон. Так. Само по себе интересно то, что это будет резонанс. это означает, что для того, чтобы ее рождать, энергия встречной гамма-гамма пучков должна только слегка превышать массу хиксовского базона, а не быть примерно в два раза больше, как это должно быть Е плюс и минус. Ну, может быть, это не самое важное и интересное. Большой интерес связан со следующим. Ну, скажем, свойства хиксовского базона сумеют изучить протон-протоны в соударениях и уже частично это изучено. Скажем, мы можем быть создан международный линейный коллайдер, и на нем изучат еще более подробно свойства этого, что после этого остается бедным гамма-гамма сомнение. Оказывается, тем не менее, есть любопытная возможность, которая связана вот со следующей буквально особенностью. Обычно, когда имеются такие петли в каких-то процессах, то тяжелые частицы, идущие в таких петлях, как правило, дают все меньший и меньший вклад. Точные примеры можно там указать, например, упругое рассеяние фотона. Самое значительное, как мы говорили, фотон с фотоном упруго рассеивается через электронную петлю И соответствующее сечение недалеко от массы, по энергии двух фотонов, недалеко от массы электрон оказывается достаточно большим На уровне сотен нанобам А вот если здесь вместо электрона запустить меон, то все окажется существенно хуже и меньше Это типичная ситуация Абсолютно другая ситуация здесь Дело в том, что как раз относительно тяжелые частицы дают больший вклад Более того, частицы с очень большой массой дают не падающий вклад Он выходит на константу, но не падающий вклад Что это означает? Ну, это означает, что сюда могут давать вклад Такие заряженные частицы W, T, Q А вообще говоря, если существуют более тяжелые частицы, они тоже должны сюда давать вклад Это означает, что если мы будем изучать рождение Хиггсовского базона Камо-Камо-Сударениях Сравнивать ее с расчетами, в которых вставлены все известные нам частицы И обнаружим расхождение То получается, что непременно в рамках этой схемы должны быть еще какие-то более тяжелые частицы Вот почему иногда процесс такого сорта называют счетчиком числа неизвестных частиц Ну и что касается остальных возможностей Что касается сечения резонансного Ну, я вот говорю, что А если все сосчитать То рождение Z и Хиггсов в Е плюс и Винус в ударении И рождение резонансное в Гамо-Камо-Сударении Имеют разницу, ну, примерно на порядок Так Если говорить о возможности рождать другие частицы Какой-нибудь неизвестный скаляр Или неизвестный фермион со спины 1, 2 Протону в векторных частиц я уже говорил Здесь разница почти в 30 раз По всему, в этом смысле, канал Гамма-Камма По сравнению с каналом Е плюс и минус Имеет преимущество По сечению Я не хочу сказать, что это Как это? Означает, что это очень здорово Мы должны помнить, что светимость Гамма-Камма-Сударения Все-таки будет меньше, чем светимость Е плюс и минус Сударения Но вот этот факт, что эти сечения больше, чем ангелизационные Дает возможность компенсировать этот недостаток светимости Ну и, наконец Если говорить про обычную, огромную физику То, что мы с вами уже говорили Ну, например, изучение потомкой структурной функции Ее очень удобно будет производить глубоко-неупругом Е-гамма-Сударения То есть, один электронный пучок мы превращаем в высокоэнергичный фотонный пучок А второй оставляем для того, чтобы иметь напрямую глубоко-неупругое Е-гамма-Сударение И, конечно, при этом эту самую функцию удастся изучить в области гораздо больших значений И энергии, и виртуальности фотона, порожденного электрона Полужесткие процессы, струи, полное сечение Все это можно будет, в принципе, продолжить изучать По сравнению с тем, что было здесь Одна новая задача, про которую, может быть, стоит сказать совершенно особо Это рождение пары ТНТ на пороге Ну, а энергия, ну, масса ТНТ на уровне 150-170, по-моему, ГЭП Так что это достаточно большая должна быть уже энергия На уровне 400-350 ГЭП Но вот вблизи порога Это будет совершенно удивительная система В которой электромагнитные и слабые эффекты Могут оказаться примерно одного сорта Более того, именно в гамма-гамма-сударениях Если мы будем прокручивать тот или иной полизационное состояние Мы сможем рождать резонансы ТНТ-системы, если они есть С тем или иным полным спином Поэтому, когда было произведено детальное изучение Возможностей Гамма-гамма-сударения на пороге ТНТ-Т То в соответствующей статье автору, которую они делали Они как-то так просто написали, что Гамма-гамма-сударения, как волшебная нам паладина Для изучения свойств ТНТ-системы вблизи порога Гамма-гамма-сударения на пороге ТНТ-системы вблизи порога Гамма-гамма-сударения на пороге ТНТ-системы вблизи порога Гамма-гамма-сударения на пороге ТНТ-системы вблизи порога